я по праву могу назвать себя коренным самарцем потому что родился я 22 марта 1927 года когда самара еще не была переименована в куйбышев родился я на улице чапаевской между рабочий и вилоновской а через два года мы переехали на галактионовскую где я и прожил до 1991 года здравствуйте я держу в руках книжку которую получил в подарок от ее автора ровно 20 лет назад в 2004 году тогда человеку который написал ее было 77 лет всего 77 сегодня ему исполнилось бы 97 исай львович фиш гойт что помнится кровь голубая на помост хлистала ликуй толпа сжимай свое кольцо но говорят антуанетта стала и голову швырнула им в лицо и так в 1929 году мы переехали вот в этот дом на галактионовской улице это была коммуналка старом доме у нас было две комнаты у всех соседи по одной так как они были бездетные жили как мне помнится дружно и без конфликтов в одной из комнат в этом доме жил его бывший владелец сергей алексеевич уваров который оказал определенное влияние на мое формирование он много курил и выходил курить на кухню а если заставал там меня то обращался ко мне к десятилетнему с такими словами исай львович вас не обеспокоит если я закурю когда я прочитал 12 стульев поймал себя на мысли что сергей алексеевич являл собой полное совпадение с ипполитом матвеевичем воробьяниновым оба были высокого роста с большими усами до революции воробьянинов был предводителем дворянства а после нее стал работником загса сергей алексеевич до переворота служил чиновникам особых поручений при губернаторе а после него стал бухгалтером глав соли в этом доме я жил со своими родителями моя мама рахиль соломоновна была детским врачом-аптезиатором ее семья когда-то жила в двинске в 1915 году когда немцы начали наступление двинулась вглубь россии и оказалась в казани уже оттуда мама приехала в самару отец родился витебске и жил там в одно время с марком шагалом еще до революции он окончил коммерческое училище и был потом чем-то вроде снабженца он делал закупки продовольствия для армии и для безымянских заводов часто брал меня с собой в поездки на лошади на тарантасе мы вместе ездили по нашей и по соседним областям в этих поездках я научился запрягать лошадь и править ею как-то студенческие годы нас послали работать в колхоз однажды утром колхозный бригадир собрал нас для распределения на работу и обратился к нам с вопросом кто умеет обращаться с лошадью я шагнул вперед тогда он велел мне пойти на конный двор запрячь лошадь и возить воду из пруда на полевой стан я налил почку и поехал но вдруг лошадь остановилась и реагировала не только ни на какие уговоры но и на кнут с вожжами проезжавший мимо мужик спросил меня что случилось парень я показал ему но прямую лошадь и тогда он не тронув лошади пальцем обрушил на неё мешок ненормативной лексики после чего она пошла дальше учись этому языку сказал мне мужик а тот ложь тебя не понимает а могут ведь и люди не понять тоже в 1943 году я сдал 10 экзаменов за десятый класс школы и поступил а в недавно открывшийся в городе авиационный институт здесь меня выбрали комитет комсомола и доверили мне сектор агитации и пропаганды а я нашел в педагогическом институте специалиста по западноевропейской литературе и он прочитал мне и моим товарищем в стенах нашего института целый курс зал на этих лекциях был набит битком на дворе а война а в техническом вузе курс западной литературы и здесь же в стенах вот этого института со мной произошла история которая могла бы очень плохо кончиться подружившись с тремя однокурсниками мы создали общество которое назвали коллегия джентльменов друг другу обращались милорд девушку называли миледи разговаривали о литературе о музыке и о других искусствах при этом мы не забывали хорошо учиться вот однажды во время лекции в аудиторию вошла заместитель директора и вызвала в кабинет директору одного из нас потом был вызван второй третий очередь дошла и до меня когда я вошел в кабинет к директору там присутствовало все руководство института и продолжался форменный допрос моих товарищей что у вас за подпольная организация сколько в ней членов какие практические действия вы уже предпринимали а вы знаете кто такие джентльмены они в англии зонтиками глаза выкалывают промучив так часа два или три нас наконец-то отпустили мы ушли довольные собой но на следующий день в институте по инициативе парткома состоялось общеинститутское комсомольское собрание на котором было доложено раскрытие подпольной организации коллегия джентльменов и предложено исключить нас из комсомола к счастью для нас за это предложение не поднялась ни одна рука многие годы спустя вспоминая об этой истории я обливаюсь холодным потом позже я понял да и опытные люди мне рассказали что могло бы быть потом исключена с тогда из комсомола после этого последовало бы исключение из института а потом дело передали бы в органы нкбд где нас быстренько заставили бы признаться в том что мы были агентами лизурийской формазонской разведки что мы копали тоннель под кремль и готовили теракт с помощью зонтиков ну а после два варианта смерть сразу или более медленная в лагерях проучившись два года в кои и окончательно понял что это не моё и забрал документы в 1950 году я окончил куберский педагогический институт получил диплом с отличием и отправился в село большая черниговка учить детей а проработав два года в большей черниговской школе вернулся в кубышев где мои бывшие однокурсники познакомили меня с двумя англичанами которые жили вот в этом доме когда в 1956 году в правде было опубликовано интервью с бывшими сотрудниками министерства иностранных дел великобритании я понял кем были те англичане с которыми я когда-то дружил в кубышеве их звали гай фрэнсис бёрджес и дональд маклейн когда-то из коммунистических соображений они работали на советскую разведку потом бежали из англии в ссср и скрылись в кубышеве который как известно был закрытым городом наша компания часто собиралась у них вот в этом доме здесь устраивались застолья с обильной выпивкой велись разговоры на самые разные темы но никогда они не касались того кто они такие и чем занимаются особенно часто я общался с одним из них дональдом маклейном говорили мы по-французски но иногда переходили на английский разговаривали о литературе об истории и о музыке а дональд открыл мне музыкальную классику и это было для меня настоящим университетом и консерваторией через год английские о власти разрешили жене маклейна с детьми выехать из англии в ссср тогда англичане вернулись из кубышева в москву и мы с ними уже никогда не виделись потом задним числом я предположил что я и мои друзья были представлены к англичанам или как дополнительная охрана или просто для того чтобы тем не было скучно но так ли это спросить уже некого вернувшись в куйбышев из большой черниговки я приступил к учительской работе сразу в пяти школах где преподавал психологию и логику а еще французский и английские языки а в 1955 меня пригласили на работу в школу номер 88 на физкультурной улице эта школа была как бы на границе двух миров по одну сторону улице был современный город а по другую так называемый частный сектор сохранившимся с войны бараками перестав метаться по городу я организовал в этой школе драматический коллектив и начал организовать экскурсии для учеников по нашему городу и по другим городам страны в шестьдесят первом в школу был назначен новый директор ефим михайлович кнохинов предложивший мне должность замполита которая позже была названа должностью зауча по воспитательной работе в этой должности я и проработал до 1987 года а закончить наш сегодняшний рассказ я хотел бы уже от своего имени и закончу я его возле вот этого дома на чапаевской 156 здесь квартире номер один на втором этаже и сальвович фишгойт жил с 1991 года до июля 2013 когда его не стало и здесь в 2004 году его друзья и знакомые получали от него вот эту книжечку под названием что помнится получил в свой экземпляр этой книжечки здесь и я если верить дарственные надписи на титулом листе это было 3 декабря 2004 года поднявшись вот на это крыльцо надо было позвонить вслед за этим в домофоне раздавался голос хозяина открывалась эта дверь и сальвович уже ожидал пришедших к нему наверху на маленькой площадке у входа в квартиру о чем еще и вам сегодня не рассказал о гмк 62 и о высоцком о кабалевском и о туризме о том как умный ходил в горы еще обо многом-многом другом об этом и была написана вот эта книжка об этом и прожил свою жизнь на этих самарских улицах и сальвович фишгойт завершим мы наш сегодняшний рассказ фразой который закончил эту книжку ее автор феции квот поту и фациент миллиора потентес сделал что мог и пусть тот кто может сделает лучше меня я был плохим учеником признаться в истории так много темных мест но из свободы равенства и братства я вынес только королевский жест с вами был михаил перепелкин